Всем привет, любители украинского футбола! В нашем футболе, как всегда, есть о чем и о ком поговорить. Поэтому в этом видео я расскажу, сколько нужно очков нашей сборной, чтобы занять второе место, что думает легионер-металлиста о смене гражданства и многое другое. Друзья, а перед началом видео я хочу порекомендовать вам надежного букмекера, а именно париматч. Там всегда надежные выплаты и есть на что поставить. И не забывайте, что под видео вы можете найти ссылку на бонус от париматч. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Сегодня наша сборная сыграет свой первый матч против Боснии и Герцеговины на этом отборе. Этот матч еще больше важен, чем с финнами, если говорить о борьбе за второе место. Учитывая не самую лучшую статистику в этом году, я решил разобрать все возможные варианты, при которых Украина займет второе место. Конечно же самый лучший и на 100% надежный вариант – это две победы. При таком варианте нас даже не обгонит Финляндия, если выиграет три оставшихся матча, один из которых с Францией. А все потому, что при равенстве очков сначала смотрят на личные встречи. Второй вариант, который тоже очень надежен, но уже не на 100%, – это победа и ничья с Боснией. В таком варианте Суоми могут нас обогнать, если выиграют свои три оставшихся матча, что очень маловероятно. Хотя матч с Францией будет проходить у финнов дома, да еще и в последнем туре. Это может побудить французов приехать не основным составом. Теперь давайте перейдем к более пессимистическим результатам, когда в матче с Боснией за два матча мы набираем три или два очка. В случае, если мы обменяемся победами, то у нас будет 11 очков. В таком случае нам нельзя, чтобы Босния победила в матче против Финляндии, а если смотреть на Суоми, то им нужно набрать 7 очков в оставшихся матчах. Что касается варианта, если мы сыграем две ничи с боснийцами, то тут почти такая же ситуация, как и с обменом побед. В сборной с Балканского полуострова также будет нужна победа над Финляндией, а вот Суоми хватит 6 очков для того, чтобы выйти на второе место. То есть выиграть у Боснии и у Казахстана. Как видите, даже варианта с двумя ничьями может хватить для второго места, причем он вполне реальный. Однако единственное, что мне не нравится в последних двух вариантах, это то, что Босния может выиграть у финнов и обгонит нас, причем такой исход очень даже реален. К тому же матч пройдет в Сараево. Правда, второй решающий матч между Украиной и Боснией пройдет после матча Босния-Финляндия, а поэтому в последнем туре мы будем прекрасно понимать, какой нам будет нужен результат. Игроки Металлиста поделились ожиданиями от матча Украины с Боснией. Завтра пройдет матч сборных Украины и Боснии. Какие у тебя ожидания? Я считаю, что... Ну и меня, наверное, вся страна хочет и понимает, что надо только очень ключевая игра, и только три очка, наверное, нас устраивает. Я хочу всей сборной пожелать только удачи, чтобы игра завершилась положительным результатом на команде. Ты знаком и с двумя вратарями сейчас сборной, с Бущаном и Завтовым. Можешь их как-то сравнить? Как думаешь, кто завтра окажется на воротах? Я думаю, что Андрей отыграл эту игру, все манда победила. Я думаю, что кремльский состав ничего менять не будет. В плане вратаря я не знаю, как он. В плане полевых игроков, но в плане вратаря я думаю, что вместо воротах займет пятого. А вот лучший бомбардир металлиста и первой лиги Матеус Пейшоту рассказал о отношении к смене гражданства. Не могу не спросить про нашу сборную. Ты уже два месяца находишься в Украине. Следишь ли ты за Украиной сборной? Да, да, да. Мы постоянно следим за сборной Украины. Мы следим за сборной Украины, да? Потому что это страна, в котором я живу. Я пытаюсь адаптироваться как быстро. Да, это индийская адаптация тоже. Следите за сборной, за чемпионат Украины. Это очень важно, как сборная выступает на международном уровне. И поэтому я следую за каждой игрой. Ты уже должен быть acompanhando на селе, потому что это очень важно, потому что это очень важно знать, как сборная играет, как они готовы к матчу. И независимо, с кем они будут играть. Но это тоже прогресс для нее, как в адаптации в Украине. За сборную Украины играло уже три бразилица, которые поменяли гражданство. Марлос, Эдмар, Мараес. Как у вас относится на родине к смене гражданства? Я очень рад, что бразилицы, которые поступали в сборную Украины, они достойно играли. И они играли в красивый футбол, который заслужит сборная Украины. Но на данный момент моя голова, это именно металлиста. Я хочу продолжать играть в этот момент, помогать металлиста, обладать, что это был металлист, играть Лига Европы, Champions League. И, в будущем, кто знает, мы не можем descartать ничего, и это будет удача. Давай сделаем шаг с шагом, конечно, мечта футболиста поступает именно в сборную, не зависит из сборной Бразилии или сборной Украины. Если было такое возможно, конечно, а почему нет? Но это только начало, это два месяца только в Украине. Давай сделаем нашу игру здесь металлистов, возвращаем металлиста на самый высокий уровень, который не был, Лига Европы. И посмотрим, а почему нет? Также футболисты прокомментировали и вчерашний матч, поэтому другую часть интервью я выставлю в свой телеграм-канал. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Артем Довбек заинтересовал турецкий фанербахче. Украинский нападающий продолжает показывать высокий уровень футбола и хорошую результативность, чем привлек внимание других клубов. Как сообщает издание Фотомак, украинский нападающий входит в список интересов турецкого фанербахче. В текущем сезоне Артем отыграл 10 матчей в футболке Днепр-1, отметившись пятью голами и двумя ассистами. Ранее за украинского бомбардира 3-4 миллиона евро был готов заплатить другой представитель турецкой суперлиги Трабзанспор. Правда, я думаю, что это его агенты накручивают ему цену перед зимним трансферным окном. Футболист сборной Украины и Шахтера Николай Матвенко поделился мнением о смене клубной прописки. По словам украинского защитника, им интересуются европейские клубы, но он не спешит покидать Шахтер. Мечта каждого футболиста играть в топ-чемпионате, и я не исключение. Некоторые варианты были, но пока я полностью сосредоточен на игре за свой родной клуб. У меня был разговор с Дарио Сырной, который тоже сказал, что Шахтер на меня рассчитывает и вскоре предложит новый контракт. Приводит слова Матвенко издание «Команда номер один». Атакующий полузащитник Шахтера Дентиньо, похоже, определился со своим карьерным будущим. Ведь вскоре он станет свободным агентом. Бразилец на родине встретился с Виллианом и выложил общие фотографии у себя в Инстаграм. Дентиньо и экс-звезда Шахтера и АПЛ отдохнули семьями. Виллиан недавно вернулся в родной Коринтианс после почти 15 лет выступлений в Европе. Напомню, что Дентиньо тоже может вернуться в родной клуб, а переговоры с ним якобы длятся несколько месяцев. Цвета горняков, атакующий хаффбэк, защищает с 2011 года. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео. До встречи в новом видео.